Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео, и сразу к делу. Конгресс США повысил потолок федерального долга на 2,5 триллиона долларов. Что это значит? Это значит, что в будущем нас ожидает еще больше инфляции. В этом году этот федеральный долг постоянно растет и постоянно повышает его потолок. По-моему, за год это сделали трижды. И вот опять еще 2,5 триллиона долларов. Вот почему люди так обеспокоены инфляцией, потому что она не в будущем, она уже здесь. И вот почему к биткоину будет расти внимание. Говоря об инфляции, хочу поделиться с тобой этим видео, которое опубликовал Майкл Сейлор у себя в Твиттере. Он подписал его так. Инфляция это проблема, а биткоин решение этой проблемы. Что я могу сказать? Падение биткоина это проблема, а Майкл Сейлор решение этой проблемы. Инфляция происходит на самом деле. Индекс потребительских цен вырос почти на 7% за ноябрь. И это самый агрессивный рост с 1982. Нужно также помнить, что это официальные цифры правительства. Реальные же намного выше. Почему? Потому что сейчас в обращении становится все больше и больше долларов. Большее количество денег при одинаковом количестве товаров провоцирует рост цены на эти товары. Это происходит не только в Соединенных Штатах. Мы берем Америку только в качестве примера. Давай послушаем, как выступал Такер Карлсон, американский политический обозреватель на канале Fox News. Это две минуты всего лишь, но зато какие две минуты? Говоря об этом, мы имеем новые цифры по инфляции, и это худшие цифры в этой стране за 40 лет. Согласно индексу потребительских цен, сокращенно ИПЦ, инфляция выросла почти на 7% за последний месяц. Это очень большая цифра. Но проблема в том, что в реальности все намного хуже. А все потому, что индекс потребительских цен бесполезен для определения ситуации в Америке. Он даже не измеряет стоимость жизни. Значит, он просто еще одна фальшивая статистика правительства. Индекс рассчитывается делением стоимости потребительской корзины в конце периода на ее изначальную стоимость. После этого эту цифру нужно умножить на 100. Если более сложно, его рассчитывают с целой сеткой сложных формул для разных категорий услуг и товаров. Некоторые из них действительно пытаются отобразить реальное состояние дела, другие пытаются просто вас обмануть. В итоге этот индекс не дает возможности оценить, как дорого жить в этой стране. Например, цены на газ. В индексе потребительских цен газ составляет всего лишь 4%. Но для автолюбителей это просто смешно, ведь газ составляет куда большую часть их бюджета, чем 4%. И вот это уже игнорируется индексом ИПЦ. Не нужно быть экономистом, чтобы это понять. Это очень неточный индекс, однако его сочинили очень умные люди. И ты задаешься вопросом, почему же он тогда такой неточный? Подумай об этом. ИПЦ измеряет не стоимость жизни, а качество федеральной экономической политики. Скажем, ты напечатал слишком много долларов, ты хочешь финансировать полезные программы, а также производить выплаты своим донорам. Если ты это сделаешь, ты обесценишь свою собственную валюту и спровоцируешь инфляцию. А с течением времени ты станешь причиной объединения своей собственной нации. Это факты. И эти факты они пытаются скрыть. Вот зачем им нужен индекс потребительских цен. Есть люди, которые никогда не поверят этому индексу и фальшивым цифрам политиков. Это инвесторы. Они не смотрят на индекс, они занимаются инвестициями для жизни и поэтому знают, как выглядит опасная инфляция. И вот почему они покупают твердые активы. Например, средняя цена продажи дома в Техасе выросла на 33,5% за год. В Майами же на 21%. Почему это происходит? Потому что инвесторы боятся инфляции. А что насчет акций? S&P 500 вырос на 28% за год. Если ты ищешь способ осознать масштабы инфляции, эти цифры скажут тебе намного больше, чем индекс потребительских цен. Если же ты хочешь знать, что инвесторы действительно думают про экономику и американский доллар, посмотри на стоимость криптовалюты. Криптовалюты по определению были созданы как ответ на инфляцию. Люди покупают биткоин, когда не уверены в безопасности доллара. Так что же случилось с биткоином? Он вырос на 165% за год. Эфириум вырос на 622%. Ты должен воспринимать эти цифры как голосование о состоянии экономики, системы и доллара США. Мне просто стало интересно, а что же может измерить инфляцию точнее, чем индекс потребительских цен, который оказывается всего лишь инструмент в руках политиков. Известно, как можно измерить реальный уровень инфляции с помощью обычной математики определенного периода времени и двух чеков за один и тот же товар или одну и ту же услугу. И на этом сайте кто-то уже посчитал все это за нас. Правда, для Соединенных Штатов ты можешь посчитать до своей собственной страны. Говядина за 12 месяцев выросла в цене на 24%, отели на 26%, газ на 51%, яйца на 12%, б.у. машины на 26%, мебель на 11%, аренда авто на 39% и так далее и тому подобное. Вот реальная инфляция, которая убивает твою покупательную способность, если ты держишь свои деньги в деньгах. Теперь я хочу поговорить про анчейн-метрику для биткоина, которая, к удивлению, весьма позитивна, несмотря на весь происходящий на рынке экстремальный страх. Особенно в преддверии этого собрания ФРС. Выступление Джерома Паула будет уже в 11 часов вечера сегодня по Москве. Начнем с весьма интересного графика. Он показывает нам разницу между холдерами и новыми недавними инвесторами, которые пребывают на рынке не больше 6 месяцев. И на данный момент разница между ними наибольшая за всю историю. Если мы посмотрим на расхождение между ними, то в точках максимального расхождения цена биткоина была либо уже на дне, либо рядом с ним. Первый раз такое максимальное расхождение между количеством долгосрочных холдеров и краткосрочных инвесторов было в 2015 году, когда биткоин стоил около 300 долларов. Затем, спустя 2 года, биткоин вырос на 20 тысяч долларов. Следующий раз случился в 2019 году, когда биткоин стоил около 3000 долларов. Спустя 2 года цена выросла до 65 тысяч долларов. И прямо сейчас этот график демонстрирует нам точно такой же сигнал. Это не значит, что прямо вот сейчас или завтра мы будем расти и расти и расти, нет. Но это значит, что рано или поздно этот рост случится. Многие сравнивают сегодняшнюю ситуацию с маем 2021, когда биткоин упал в 2 раза. Вильям Клименте, который поделился этим графиком, разрушает эту теорию убийственным аргументом. С точки зрения ончейн перспективы, есть ключевая разница между декабрем, в котором мы сейчас находимся, и в мае, когда биткоин упал с 60 до 30 тысяч долларов. В мае тогдашние сильные руки стали слабыми руками, как мы видим на этом графике. Сегодня же, как мы видим вот здесь, сильные руки, наоборот, выкупают у слабых. Сильные руки – это игроки, которые исторически всегда держали больше 75% своих монет при любых обстоятельствах на рынке. А слабые руки – это игроки, которые исторически держали меньше 75% своих монет при любых условиях на рынке. Далее, количество адресов биткоина с балансом больше 0,01 биткоина только что достигло исторического пика. Независимо от падения цены биткоина, этот индикатор все равно растет. Почему? Потому что есть большое количество инвесторов, которые верят в биткоин и совсем не смотрят на то, что он делает в плане цены. При этом, чем раньше эти инвесторы купили биткоин, тем лояльнее они к этому активу. Люди, купившие в 2013 году, сейчас мультимиллиардеры, или сотни миллионеры, если можно так выразиться. Те, что покупали в 2015-м, просто миллионеры. И те, и те успели увидеть и крахи, и взлеты биткоина, поэтому относятся к ним намного спокойнее, чем новые инвесторы, которым иногда и 6 месяцев от роду нет. Кроме этого, те люди, что держат дольше остальных и заработали больше всех остальных. Вот так все просто. Сейчас мы также наблюдаем кое-что очень интересное. Инвесторы внезапно начали покупать биткоин, как мы видим вот здесь. Вот этот подъем, это внезапные покупки розничными инвесторами. И как мы видим, за три года это практически максимальные уровни закупок. Даже больше, чем в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса биткоин упал с 10 тысяч долларов до 3. По информации Вилли Вуз, который он с нами поделился, розница не покупала так активно с марта 2020, когда случился ковидный страх. И мы видим это на этом графике. Вот эти два пика. Первый случился вот на этом жесточайшем падении в марте 2020. Второй же происходит на падении сегодня. И, наконец, немного технического анализа от Криптовалерио, который делится интересным сравнением сентября и декабря 2021. Мы видим, что и там, и там цена следует похожим паттернам. На данный момент она находится в этом нижнем коридоре консолидации. Одновременно с этим она находится и в этом нисходящем канале. В сентябре после этого коридора, когда цена биткоина вышла за его пределы, мы увидели вот это восстановление до верхнего коридора консолидации, который совпадал с предыдущими отметками до этого падения. Когда цена биткоина в сентябре вышла из этого верхнего консолидационного коридора, мы видели, как она достигла цели номер один. На уровне 1.272 по Фибоначчи. Если сейчас этот сценарий будет отрабатывать так же, как отрабатывал, мы можем увидеть что-то похожее либо в конце декабря, либо в начале января. Если мы повторим то, что произошло в сентябре, все будет просто отлично. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если после просмотра этого видео твое настроение хотя бы немного улучшилось и ты начал более позитивно смотреть на свое будущее, почему бы не поставить лайк? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Давай наберем хотя бы 8 тысяч лайков. Большое спасибо за поддержку. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями и комментируй обязательно. До скорого.